Работают эффективнее, расходуют меньше. Некоммерческие организации могут полноценно оказывать услуги, которые сегодня предоставляют государственные организации. Об этом шла речь на круглом столе общественной палаты Ненецкого округа. Сегодня в регионе о социальном предпринимательстве только начинают говорить, тогда как в других субъектах они строят пансионаты для престарелых, открывают школы, организуют пожарные дружины и создают доступную среду для инвалидов. Существенная экономия, быстрая реализация и гарантированный результат. Такие аргументы в поддержку доступа некоммерческих организаций к оказанию социальных услуг приводит Жанна Котова. Эксперт фонда «Наше будущее» уже посетила 49 регионов России, в которых рассказала о том, как НКО делают жизнь лучше. Наверное, приведу такой яркий пример один. Это город Череповец, Вологодская область. Некоммерческая организация «Солнечный лучик» оказывает помощь реабилитации ребятишкам в очень сложной ситуации. То есть это дети, которые не говорят, это дети, которые не могут сами кушать, сходить в туалет. И вот мамочка, которая пережила личную историю такую, она как раз решила проблему свою. И она помогает сегодня таким мамам с такими детьми. К ней приезжают из Архангельской области, из Санкт-Петербурга, из Москвы. Пример Вологодской области не единственный. В Калининграде некоммерческая организация оборудовала места общественного пребывания средствами для инвалидов. А в Тамбовской области группа активистов разбила аллею славы. Главная задача привлечения НКО к сотрудничеству с государством – повышение качества и доступности услуг. Как показывает практика регионов, гораздо проще выделить субсидию некоммерческой организации на открытие пансионата для престарелых или частного детского сада, нежели запускать бюджетное учреждение. Причём качество предоставленных услуг будет ничуть не хуже. Вся ответственность ложится и проверка всех проверяющих органов. По мнению эксперта, некоммерческие организации могут легко заполнять те ниши, в которых не представлено государство. В Ненецком округе это, к примеру, реабилитация наркозависимых и социальное обслуживание на дому. Для поэтапного доступа к бюджетным средствам и оказанию социальных услуг населению НКО в регионе разработан комплексный план. Он включает обучение в системе госторгов, финансовую помощь в виде грантов и субсидий, консультационное сопровождение. Также органами исполнительной власти, как вы сейчас, наверное, слышали, мы разговаривали, проводятся работы по включению в реестр поставщиков социальных услуг некоммерческих организаций. На сегодняшний день четыре некоммерческие организации у нас изъявили желание войти. В основном это социально-психологические услуги, есть социально-педагогические, по-моему, и юридические, то есть правовые услуги. Также в регионе ведётся работа по привлечению негосударственного сектора в сферу образования, здравоохранения, культуры, спорта и туризма. К 2020 году 10% всех окружных расходов на оказание соцуслуг должны быть в руках некоммерческого сектора. Валентина Чибич, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север